Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Среди грехов, которые одолевают человека, есть один, на который мы мало обращаем внимания, но, по сути, этот грех способен очень сильно изменить жизнь человека. И совершенно не случайно, что в молитве святого Ефрема Сирена, в самом начале молитвы, мы попросим Господа, «Не дать нам Духа уныния». Уныние – это и есть тот самый грех, который, будучи не очень видим, на самом деле глубоко поражает человеческое сердце. Еще псалмопевец Давид в 118-м псалме говорит, «Воздрема душа моя от уныния». И преподобный Кассиан Римлянин, ученик святителя Иоанна Златоустого, комментируя этот стих из 118-го посла, сказал, «Как хорошо сказал псалмопевец, «Не плоти, не плотью, а душою воздремал от уныния». Действительно, уныние поражает душу С состоянием, которое можно сравнить со сном. Это, конечно, не физический сон. Но тот же самый преподобный Иоанн Кассиан говорит, что через уныние в душу человека входит праздность, лень, неспособность трудиться. А мы можем продолжить и сказать, уныние дезориентирует человека, путает его планы, смещают акценты его жизни, погружает человека в тяжелое душевное состояние. И нередко это происходит без видимой причины. Большинство грехов так или иначе связаны с искушениями, то есть с некими сигналами, которые достигают нашего ума и сердца извне. Уныние – это тот грех, который мы сами рождаем в своем сердце. Свидетель Иоанн Златоуст говорит очень сильные слова в отношении уныния. Он называет уныние страшным наказанием и говорит о том, что это некая вершина человеческого страдания. И в самом деле, будучи, может быть, даже во внешне благоприятных условиях, человек через уныние полностью разрушает свой мир внутренний. Он одержим тяжелыми мыслями, не находит спокойствия, не может сосредоточиться. Человек, объятый унынием, теряет целеполагание свое, не видит смысла в том, что он делает и ради чего он живет. Уныние поражает не только людей слабых в вере, хотя в первую очередь, конечно, но иногда и людей благочестивых. Известно, что и в монастырях иногда бывает у братьев или у сестер тяжелые периоды, когда уныние захватывает душу. И происходит это нередко, опять-таки, без видимых причин. Никто вроде никого и не обижал, и не подставлял в какие-то особо сложные жизненные ситуации, а изнутри, из глубины души поднимается это тяжелое чувство, которое разрушает мир и покой. И действительно, по слову Златоуста, является страшным наказанием. Каждый грех, который прикасается к нам, не должен захватывать нашу душу, не давая возможности опомниться. Опомниться – это значит на мгновение хотя бы остановиться и подумать. Вот впал в уныние, скорбь захватило сердце, потемнело все вокруг, мир стал какой-то другой, смысла жизни нет, нет ничего, что бы радовало. И если не остановиться, не проанализировать это состояние, то оно захватит человека и неизвестно куда понесет, имея страшную инерционную силу. И в состоянии уныния можно достичь такого упадка всех сил, когда это прямо может сказываться на физическом состоянии человека, на состоянии его психики, на его жизнеспособности. для того, чтобы уныние не возобладало нами, нужно вспомнить замечательные слова Ефрема Сирина, который сказал, что впавший в уныние человек так далек от терпения, как больной от здорового. И эти слова были сказаны не случайно, потому что терпением преодолевается уныние. Уныние нужно воспринимать как некий вызов твоему духовному состоянию. Не отчаиваться, не плыть по течению этой стихии, но терпением превозмогать уныние. Ну и кроме того, необходимо не расслаблять свое сознание, не впадать по слову преподобного Иоанна Кассиана в лень и праздность, но в первую очередь преодолевать уныние трудом, тем трудом, которым ты можешь заниматься. Если труд твой умственный, напрягай свой ум, ставь перед собой новые задачи, работай, пиши, подымайся духовно, интеллектуально, ставь перед собой новые цели в жизни. И появление новой цели всегда мобилизует силы человека. Он способен преодолевать не только уныние, но и многие другие скорби. И чем яснее, чем сильнее, чем красивее эта цель, чем значимее она, тем больше сил требуется для ее достижения. Каждый может найти эту цель вне зависимости от того, молод он или стар, работает он или он уже закончил свою трудовую жизнь и вошел в пожилой возраст. Вне зависимости от возраста, времени, пола, вне зависимости от наличия физических сил, каждый человек может и должен ставить перед собой цели. Будь то духовные, умственные или связанные с внешней своей работой, с трудом, и поставленная цель помогает человеку, мобилизовав силы, разорвать узы уныния. Мне иногда приходится слышать, что и среди духовенства бывает такой грех, когда вдруг уныние начинает сокрушать душу. Многие теперь это состояние стали называть другим словом, словом выгорания. как бы выгорается пастырское призвание, энтузиазм. Все становится привычным, в каком-то смысле даже утомительным. И уныние захватывает человека. Но как ведь много целей в пастырском служении, которые мы даже себе и не обозначили еще. Как много вершин, которые нужно взять. Достаточно только почитать жития святых или жизнеописание великих людей, чтобы понять, как далеко мы отстоим от многих наших предшественников. И вместо того, чтобы унывать, нужно ставить цель и идти к этой цели, понимая, что каждая цель возвышает нас, а цель благочестивая приближает к Богу. Умудренные святоотеческим опытом, подкрепленные словами молитвы святого Ефрема Сирина употребим дни святой Четыридесятницы, чтобы осознать пагубность уныния, вооружить себя способностью и возможностью преодолевать этот грех, который так опасен для жизни человека. И да поможет нам в этом Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok